Мы сейчас куда-то дальше двигаемся. Судя по ландшафту берега, видно, что там присутствуют ямки, поля там стоят. Мы, к сожалению, уперлись в территорию лодочной базы. Я не знаю, как урегулировать этот вопрос. Пожалуй, мы свое путешествие здесь закончим. Ясно. И дальнейшее? Будем возвращаться обратно? Ну, можно, да, возвращаться обратно и опять прочувствовать, потому что окунь может постоянно подтягиваться, обновляться. И он может локально где-то появляться небольшими стаями. То есть мы ждем, как бы, вот этих вот выходов, вот этих вот стаек? Да, либо ищем, выбиваем при этом одиночную, если которую есть. Вот еще одна, да, очередная вот поклевка. Вот такой очередной представитель. Ну, это тот окун, который... Да, скорее всего, да. Да, стайка, видимо, стоит. Ну, ты вот сейчас не торопясь вот так вот его отцепляешь. Думаешь, это одиночный экземпляр там был? Ну, во всяком случае, концентрация его не высока. Судя по низкой конкуренции, вот, и стаи... Ты имеешь в виду, что торопиться не стоит сейчас закидывать туда снова и проверять? Я не знаю, честно. То есть ты просто получаешь... Я бросаю, делаю там повторный заброс, да. Ну, все-таки я большое, больше внимания уделяю поиску активного окуня. Активного. Лучше больше, вот по мне, лучше больше перемещаться. Чаще. Я реже меняю приманки. Иногда меняю анимацию. В отличие от нас. А у каждого, она, такая практика, видимо, тоже дает же результат. Такая тактика. Кто-то меняет приманки, подбирает иной тип приманки, иной тип проводки, уровень, другой глубину, расцветку. Женя, и еще раз, вот вопрос про одежду, про обмонирование. Хотелось бы еще раз все-таки напомнить. Сейчас мы уже получили какой-то опыт. Вот. Так как мы предварительно не особо были готовы, но вот получилось так, что что-то у нас подходит, что-то не подходит. Вот я у тебя смотрю, у тебя и жилет короткий, да? Это какой-то специальный такой жилет? Ну, это заимствование из нахлоста. Он как бы осознанного отношения к этой теме не имеет. Просто, ну, я вот ловлю в условиях, там где-то рядом, близко со снахлостовиками, где-то на струе насильной, на заросших реках, на горных. Именно поэтому, то есть никакого осознанного... То есть нахлостовый жилет, он покороче, чем... Да, он короче, потому что высоко заходишь глубоко в воду, передвигаясь по руслу, по заросшим берегам. Если жилет будет длинный, его края будут подмокать, он постепенно будет пропитываться, и там документы могут тебе это промокнуть. Ясно. И еще раз, вот у тебя вот это вот... Подсачек? Да, подсачек, вот еще раз, все-таки. Он вытягивается, да, резинка? Да, 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 вполне. Он скрепится к карабинам, к петле, вытягивается на резине. Это тоже, скорее, больше нахлостовый атрибут, хотя вот для наших условий ловли он очень подходит, потому что ловля ходовая. И обременять себя, там, переноской каких-то предметов, их оставлять на берегу, потом возвращаться. И я отказался вот даже от рюкзака. Потому что он все-таки тянет спину, он все-таки давит, гораздо проще, практичнее жилет. Да, но, к сожалению, подсак все реже и реже его практическая польза, потому что вот в этом сезоне мне не удалось воспользоваться здесь ни разу, не пришлось. Если в прошлом году приходилось, в этом году нет. Ну вот он тряпочный, это как-то сказывается? Ну это да, это в принципе для ловли воблерами плохо, потому что нахлостовике используют в основном, это нахлостовый предмет, аксессуар такой. Они используют в своей практике все-таки однопаденные крючки, они чаще оказываются внутри рыбы, и у них проблем не возникает. При ловле воблерами очень тривиально, конечно, он может обычно достаточно глубоко проникает вот внутри ткани, перепутывается, и это такая большая проблема. И при желании, конечно, если кто-то умеет сам изготавливать, плести полотно, я, к сожалению, не владею такими навыками настолько глубоко. Но я бы с удовольствием поменял вот на полотно из лески. Это помогло бы избежать многих проблем. Ну и вот на шестнях, вот здесь, на этом водоеме, то есть ты используешь это, болотные сапоги обыкновенные? Да, их вполне, я без необходимости в воду не лезу, и с иронией отношусь вообще к рыболовому. Достаточно часто видишь, когда люди лезут по пояс, там, по грудь, ну в этом нет необходимости на самом деле. Окунь довольно близко подходит к берегу, но иногда где-то преодолеть вот какие-то участки, где-то ямка, где-то пройти, где-то по горке, вот необходимо. Ну и комфорт дополнительно. То есть мы не нарушая нерестного запрета правил рыболовства, то есть мы ходим по берегу и спокойно, одной снастью, что разрешено правилами, одна снасть, один воблер, то есть ловим хорошего, доброго окуня на шестнях. Ну условно для шершней такой нормальный. Ну для того, чтобы просто получить удовольствие. Да. То есть не сидеть дома, а прийти на природу, подышать свежим воздухом, полюбоваться. С утра перед рабочим днем получить заряд эмоций, на работу прийти как с курорта уже отдохнувшим. Ну вот сейчас вот мы здесь обловили, сейчас куда будем двигаться? Ну пока вот ловля нам не принесла результатов, у нас просто другого выхода нет, как вот двигаться и прочесывать. Ясно. Искать либо одиночный укрой. Ну вот и еще тогда вот такой вопрос. Вот здесь вот деревья, тень определенная вот на воде вот здесь, вот как бы это затененный берег сейчас, потому что солнце встает там, и здесь образуется тень. А тот берег, он солнечный. То есть это как-то может повлиять на нахождение? Ну, наверное, при ловле крупного окуня, вот такого, действительно, трофейных экземпляров, это было бы важно. А насколько я замечал, при ловле вот такого 150-200-300 граммов, он не особенно лезет в тенистые места. Но он не настолько осторожен, это ни форель, ни хариус, ни голова. Там не крупная щука, вот там эти факторы, конечно, приходится учитывать. Ну и если бы здесь был, конечно, крупный окунь, он бы, наверное, тоже стремился залезть бы в тень. А такой мелкий стайный, он не боится ничего абсолютно, он выскакивает под ноги. Ну, вообще, вот приехав на водоем, наверное, ведь надо уметь его прочитать, знать особенности, характеристики какие-то. То есть поведение рыбы, то есть результат ведь будет лучше от этого. Ну, поведение рыбы, предсказать-то это очень сложно. Вот лично я не берусь, а рельеф, ну, рельеф по береговой линии обычно определяется. Если мы видим выступ какой-то мыс, как правило, там будет либо коса, либо какой-то каменистый свал дополнительный. Ну, и визуально можно определить, да. Я так чему задаю вопрос, потому что ты вот на этих вот заливах, ты уже рыбачишь много раз, уже рыбачиваешь здесь, значит. То есть у тебя здесь уже какой-то опыт, то есть ты знаешь, где здесь коса, ямка там и все. Да, но они такие небольшие косы, конечно, их нельзя назвать. Ну, вот где мы видим мысы выступающие. Мыс вот там, там есть небольшая коса каменистая, с такими плавными свалами уходящими. Иногда туда выходят покормить соком, и в середине дня, утром реже. В мелководные заливы такие, чаще, конечно, в утренние часы выходят, хотя тоже по-разному. То есть здесь какую-то аналогию провести нельзя? Ну, паук у него вот зимой-зимой он как-то более привязан, конечно, к ямам зимовальным, у него там расписание. И там с уверенностью процентов до 99 можно утверждать, что если ты вот в январе, в феврале, когда он уже осел окончательно, утвердился, то можешь знать, что он выйдет сюда вот на кормежку точно. Если, конечно, вот не брать фактор метеозависимости, окунь вот из местных обитателей, он более всего, наверное, подвержен перепадам давления, очень страдает от этого. Ни одна другая рыба, ни лещ, ни судак, ни щука. И вот, если мы видим какое-то криминальное там до 10 миллиметров падение, там резкую пересмену, лучше бы не ехать. Я эксперименты ради выезжал, наверное, раз около 15-20 в такую погоду, но результаты не порадовали нисколько. Но сегодня эта погода хорошая, давление... Да, как на удивительное, на удивление, да, но и активности мы не наблюдаем. Пока не наблюдаем. Пока не наблюдаем, да. Будем рыбачить дальше пока. Ну и теперь я вот думаю, что поскольку с утра мы не нашли окуня, возможно, он выходил где-то локально, кормился, либо в этом заливе, может быть, либо в том. Но после восхода солнца он, возможно, он пойдет вот на отмели на такие, вот сюда вот на мысы. Может быть, не греться, поохотится. Я не знаю, что им двигает, какие мотивы, мотивации, что его выгоняют. Но из заливов, вот из мелководных, из таких, он выходит. Все-таки чаще на отмели. Значит, мы тогда на отмели... Ну, да, мы движемся вот просто вдоль этого берега и, видимо, выбиваем одиночно. Потому что на встречу со стайному я уже не рассчитываю. Ясно. Ну что ж, двигаемся дальше. Ну, видимо, да, небольшой выводок держится здесь. И пока доставай, я здесь пробросаю. Что-то радует. Вот такой. Это как раз то, о чем ты говорил, да? Возможно, да. Вот у меня два схода уже было. Безусловно. Итак, Евгений, вот рыбалка наша, там два-три часа буквально мы походили вот здесь вот по этим двум-трем заливам, половили окуня примерно. То есть, как ты считаешь, вот эта рыбалка удачна у тебя сегодня? Ну, нет, конечно. Нет? Ну, более чем скромный результат. Это скромный результат на сковородку, на уху? Ну, на уху можно к пиву завялить. То есть, ты вялишь окуня? Да, потому что на балконе его много. Как-то можно характеризовать, вот почему сегодня не такая, не совсем удачная, так скажем, рыбалка получилась? Ну, я просто не заметил окуня. Такое ощущение, что его нет. Он где-то ушел туда, на открытую воду, на просторы. В прибрежной зоне его нет. Ну, то есть, это погода? Ну, я не знаю. То есть, обосновать причины того, что он ушел? Нет, нет. Я не могу понять ее мотивацию. Ушел не весь, он все-таки есть. Ну, это единичные какие-то экземпляры, которые мы вымучивали. Ну, в принципе, за 2-3 часа перед работой получить удовольствие от рыбалки, наловить немножко рыбы. Ну, мы видели рассвет, да. Да. В общем-то. Ну, что ж, есть еще, так скажем, служба, на которую надо будет уже ехать скоро. То есть, но с утра пораньше, с 5 до 9, в принципе, за 3 часа можно получить удовольствие на шерстнях в черте города, половить достойного окуня, снасть, которую мы сегодня посмотрели, называемый ультралайт. Немножко ознакомились, так скажем, будем, ну, набираться опыту в ловле ультралайтом. Ну, что ж, хочется пожелать телезрителям почаще бывать на природе, дышать свежим воздухом. Для этого не надо ездить далеко за город. Это все в черте города. Скажем телезрителям, до свидания. До свидания. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова